Думал, будет звук сегодня хороший, потому что у меня есть медиа-модуль, смотрите, вот такая штука. Я приехал в Фиццебс, я приехал к Эля-маму. Кто тут нагадил? Мне сегодня не очень повезло, потому что мне, походу, придется кусать грудь вместе с Эля-мамом. Я не очень на это готов, я не подписывался на это, поэтому по возможности я, конечно, слиняю и буду делать что-нибудь по-своему. Здорово. Думал, будет звук сегодня хороший, потому что у меня есть медиа-модуль, смотрите, вот такая штука, она прям надевается на GoPro. Но GoHu нужно обновить, чтобы оно работало, поэтому, к сожалению, по звуку сегодня будет опять то же самое, что и в прошлый раз, ну, возможно, чуть-чуть лучше. Я приехал в Фиццебс, я приехал к Эля-маму. Кто тут нагадил? Кто тут нагадил? Что ты там насыпал? Который насыпал? Только что, Эля-мам, 20. 2-0, 2-0. Не 20. 2-0. Вкусный? Вкусный. Вкусный. Реально, Рэдж очень вкусный предтренд. Мне сегодня не очень повезло, потому что мне, походу, придется кусать грудь вместе с Эля-мамом. Я не очень на это готов, я не подписывался на это, поэтому по возможности я, конечно, слиняю и буду делать что-нибудь по-своему. Как говорил, при том, что здесь российские или украинские тренажеры, до сих пор не разобрался. Начну я со сведений. Моя оторванная грудь до сих пор дает о себе знать. Поставь побольше, мало. Да, да разменяй я их. Не разменяй. Я вообще не хотел заниматься. Сегодня первый день на скейтозале, много работаю. А я, ну, вот, штук в 3 часа спал. Вот Руслан уехал, я думал, блин, использую шанс и с ним бы тренироваться. Ну, что там же мотивировали меня. Ну, вы поняли, да, сегодня я тренируюсь в тренажерах, потому что грудь я не качал в тренажерах, опять же, 3 или сколько там месяцев. Тренажеры прикольные. Ну, а Мухаймут сегодня ленится и тоже в тренажерах будет качаться. По плану сегодня у меня грудь в тренажерах, наверное, 4 упражнения и после 2 на спину. Вообще, предполагаю, что сейчас у меня будет программа строиться таким образом, что я буду тренировать спину после груди двумя упражнениями без нагрузки на поясничный отдел. И будет тренировка на спину, еще одна, не знаю, выделенная, либо вместе с дельтами, пока до конца не разобрался в плане тренировочном. Хочется в зал ходить реже, реже заниматься, потому что что-то мне поднадоело тренироваться 6 раз в неделю. Что вы знаете, я практиковал и придерживался чего в течение последних, наверное, там, 3-4 лет. Сейчас хочу заниматься пореже. Ну что, ребят, как видите, сегодня все в тренажерах. Первым на изоляцию разведения. Вторым тренажер, где основной вектор силы направлен на верхнюю ключичную область грудной. Третьим номером это классический горизонтальный аналог горизонтального жима на всю патеральную. Везде выполняется в диапазоне, честно, я сбился, по-моему, примерно по 4 рабочих подхода. Фух, начинал с 20 повторений. Сейчас уже упало количество на 15-20 в жимовых упражнениях. Четвертым упражнением, скажу честно, я еще не решил, что будет, но, возможно, даже это свободный вес, жим гантелей. Под 30, либо под 45 градусов, скорее всего, под 45, уже с хорошо утомленными грудными. И после подтягивания, вижу гравитрон, значит, подтягивания будут на максимальное количество раз. Я думаю, это будет примерно 18-16 повторений собственным весом. И потом 2 подхода по 20 повторений в гравитроне. После рычажная тяга, если тут есть, я уверен, что наверняка есть, это рычажная горизонтальная тяга с упором к грудью. Если упора для груди не будет, то простая тяга в горизонте. Вот такая программа на сегодня. Это грудь, спина. Тренировка тяжелая, это крупные мышечные группы. Большой массив мышечный увлекается в работу в процессе, но завтра по плану будет от нагрузок, от силовых отдых. После будут ноги, на ноги приедут сюда, а уже, наверное, плечи, спину и руки я объединю в следующую тренировку. И думаю, что это все я покачаю уже дома. Пока я лямам там еще пакут на тренажере, я уже иду в сторону гантельного ряда. Гантельный ряд длинный, большой, а еще и окно, поэтому будет дневной свет. И, возможно, я буду выглядеть не как полный, полный дричь, полный дричь. Далеко снимает камера, поэтому будем снимать так. Вот он, ваш верный друг и покорный суда, полный дричь. Очень жаль, очень жаль, что сегодня я без этой штучки. Но сегодня обязательно обдавлю прошивку камеры. И в следующий раз уже, я уверен, будет все звучать еще лучше, хотя, возможно, я вижу тут дырочки. Вот есть дырочка, впереди есть GoPro у этой новой. А это значит, что есть вероятность, что даже сейчас звук не самый отвратительный. Сжать я буду под углом 45 градусов. И кто-то, возможно, из особо одаренных скажет, что 45 градусов это же... Во-первых, возможно, это 45 градусов, я не уверен. Что 45 градусов это уже на плечи. Так вот, мой добрый друг и любитель геометрии. Пусть у тебя это будут плечи, большие, круглые, сильные. А у меня это будут грудные. Грудные, просто грудные. Даже не скажу, что прям очень сильные, это будет прям верхняя область. В моем мире это просто грудные. И в моем мире камера не должна падать. Я очень, наверное, надеюсь. Однажды, однажды я приеду в зал на машине, и тогда будет у меня с собой не GoPro, а большая камера. Хотя, может быть, даже... Еще у меня мамотки штатив, и в следующий раз я могу взять с собой третий Марк свой, на него поднимать. Все будет приятнее. А вообще могу взять Серегу в зал, и вообще будет красиво. Во-первых, чувствую, что грудь у меня будет болеть просто безумно сильно. Потому что я действительно ее укачал, ушатал. Даже с маленьким весом она уже не хочет ничего поднимать. Что, а вверх, а вверх, да? Я, да, я под наклоном. Сразу 55 кг. Конечно, вот мои стоят внизу. Какой сильный. У меня уже все. У меня уже ничего не поднимается. У меня уже просто грудь вата. Грудь требует поесть пельменей. И поспать еще. Быть честным. Я тоже не самый сухой, поэтому не парься. Если я ляжу с тобой на одну скамейку, то не мне переживать, а тебе. Как я говорил, рычажная тяга с упором на грудь. Тяга с упором на грудь оказалась в наличии. Ну и, естественно, с турником тоже все довольно-таки просто. Все имеется. Я устал. А протеин только в офисе. А еще надо помыться. Надо помыться, я так не хочу. Я устал. Что тебя к животу делать? Ой, 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 ой. Я вот на тебя... Ты знаешь, что ли? Валя, мама, ей штатив. Я его немножечко... У него одолжил. Отличный. Все отлично, я закончил, я все сделал, я доволен. Ну что, есть, есть, конечно же. Плюсы неоспоримые тренировки в зале, я считаю. То, что у них доброе, это вот куча вещей, ключей. Ну, да, тут очень удобно мне по времени. На этом, конечно, зал вывозят прям очень серьезно. Саму тренировочку пишу внизу. Скажу, что часто заниматься так точно не стоит, потому что непросто. Непросто вывести. Мототайка стоит на месте, слава богу. Удобненько с окошком можно посмотреть. Грудь со спиной тренировать не для всех лучшая идея. Потому что очень крупные мышечные группы, и банально можно не восстановиться. Даже я очень устал. Сейчас, кстати, даже я. Я точно не сам. И сейчас прям такой полноценный спортсмен. Все неправильно. В общем, я доволен и хорошо позанимался. Программу пишу в комментариях внизу. Что думаете по этому поводу? Пишите тоже в комментариях. И, кстати, сегодня первый день, когда уже все фитнес-клубы Питера имеют право работать. Сегодня в Петербурге открыли все торговые центры, детские площадки и бла-бла-бла. В общем, открылось вообще почти все, кроме фудкортов. Но и это, я думаю, уже не за горами. Да-да-да-да-да-да, чуть не забыл. Во-первых, тут спа-зона, она еще тоже не работает. Жду, когда откроется. Потому что выглядит она очень симпатично. Не забудь поставить палец вверх и написать комментарий. Это все нужно для развития канала. Самое важное, что сейчас смотрит Инстаграм. Инстаграм? Кто смотрит Ютуб, это время вашего просмотра. Поэтому надеюсь, вам нравятся ролики и смотрите их целиком. Обещаю, что этот ролик уже в нормальном качестве, на большую камеру. И думаю, что это будет большущий выпуск ответов на ваши вопросы. Подниму все посты, все вопросы, которые были под роликами на канале. И полтора часа для вашего приятного аппетита и кардио вас будут ждать. Если есть вопросики, пиши их и под это видео. Я думаю, они тоже пригодятся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok